В этом году отмечается 30-летие вывода советских войск из Афганистана. Эту суровую школу мужества прошли более 460 наших земляков, многие из них награждены орденами и медалями. До конца, исполнив свой интернациональный долг, не вернулись 12 наших земляков. Сегодня мы поговорим о том, как будет отмечаться 30-летие Республики ТВА. И мы сегодня пригласили участников, ветеранов боевых действий. Позвольте их представить. Это Юрий Валерьевич Караул, председатель Комитета Верховного Хурала ТУВА, депутат партии «Единая Россия», член Центрального Совета Боевого Братства России. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Александрович Белоусов, председатель Совета Боевого Братства. Здравствуйте. Здравствуйте. Эдуард Январевич Канчук, ветеран пожарной охраны. Здравствуйте. И Сергей Владимирович Огородников, ветеран пограничной службы, депутат Уралопредставителей города Козыла от партии КПРФ. Здравствуйте. Самый первый вопрос, когда вы узнали о том, что в Афганистане ведутся боевые действия? Где вы находились в этот момент? Сколько вам было? Может, вы еще в школе учились? При каких обстоятельствах вас достигла эта новость? Это 79-й год. Декабрь я учился в 10-м классе в президентской средней школе. Естественно, мой старший брат Леонид учился в Новосибирском высшем военно-политическом училище. Курсантом приезжал, в отпуск и уезжал. Я готовился стать офицером. Действительно, я знал, что и тут там, будем говорить, выполняют наши войска интернациональный долг. Но не в таком смысле, что они воюют. А я просто думал, там охраняют какие-то посты, города, дороги. Вот так понимал я эту ситуацию. И в 79-м году, помните, Китай напал на Вьетнам. Тогда же времена были такие, в 79-м году почему-то военные действия начались в других странах. Вот я первый раз тогда узнал про Афганистан, потому что есть такая страна. Вот как раз в 79-м году я весной прозвался в армию. То есть вот отсюда мы 10 человек, парней, мы поехали в Ишим, в учебку мы попали, отучились на сержантов. Осенью нас отправили в Юргу, ну, Сибирь. И вот там в декабре, мы там уже служили воинские части, пришло известие, что наши войска вводят в Афганистан. Это вот мы пытались, мы готовились встретить Новый год. И нас построили, кто-то добровольцы, все добровольцы погрузили в поезд, и мы поехали в Афганистан. То есть вот этот весь набор весенний. И все мы туда поехали. Все 10 человек мы, вот кто отсюда, и туда все попали. То есть в самом начале еще? Да, это первое, именно вот в самое начало. То есть предложили? Ну да, нам предложили, кто хочет. Мы, в принципе, раньше-то партии не было. Ну, была партия, наверное, все-таки. Партия сказала, надо. Мы сказали, есть, и поехали. Эдуард Иванович. В 1984 году меня призвали в срочную службу в ряду Советской Армии. Со всеми земляками мы попали в город Омск, в чинное подразделение, поселок светлый. А я попал в саперное подразделение, а мои земляки, ребята, афганцы, они мудрострокуют сейчас. И сразу там сказали, троих, Шалбан Сандыраевич, и Анма Севестян, и Сарго Шалбанова. Их сразу сказали, что они попадут в Афганистан. Это 1984 год, июля месяц был. А я в саперном батальоне. И нам сказали, а вы сапер, вы туда не попадете. И они, после учебки, трое моих земляков, они уехали в Ташкент, в Афган, для проходения дальнейшей службы. А меня отправили в город Юргу, в Кемеровскую область. Я-то не знал, что я туда попаду, но я думал, так и, что конца службы останутся в Юрге. И вдруг, при вечернем проверке, командир Ротто нас построил. И сказал он, что четверо с нашего батальона едут в Афган для прохождения службы. И я сразу подписал рапорт, что он тоже, естественно, всех построил. Если можешь отказаться. То есть выбор был? И желающих много было в Ротто. Я даже не шаг назад. И так и я в 84-м году в декабре месяц через Ташкент в Кабулу прибыл для прохождения службы донеси в мой участок. А вот до этого момента вы что знали об Афганистане? Что там происходило? Уже получается 84-й, уже 5 лет почти, да, 4 года. Ну, так, понаслышка нам говорили ребята, старослужащие, вот туда и едете, лучше бы отказались. Только начинается служба полгода, лучше бы я поехал там, ну, там стреляет, там, вроде, там, туда-сюда. Так я представлял, что это иностранное государство, там, чтобы попасть, надо обязательно, чтобы посмотреть на мир, что там происходит. А так я про Афганистан так не представлялась, представлял, что вот попаду совсем в другой, вот и древний мир, но в Кабул прилетели я сразу, вот, кишлаки там, кругом, горы. И вот куда я попал, зачем я сюда приехал, а все, уже поздно было. То есть было реально такое ощущение, как будто это древний мир. Первое впечатление, да, у меня все очень даже интересно было. Я додумал, что ребята, мои друзья были, которые вместе учился, и здесь сказали, они старослужащие. Они служили в Германии и где-то в Венгрии, и они рассказывали нам, что там очень даже интересно, там, побыть в другом государстве. А я в Афганистан прибыл и сразу там, даже не представлял, что совсем кишлаки, первый раз вижу кишлаки, там, куда я попал, что за мир. И вот так и пошла служа, вот это. Сергей Владимирович, как у вас настигла эта новость? Я тогда учился в 10-м классе, средний один из школы города Козыла. Ну, узнал скорее в начале января, исследств массовой информации, радио, и все. Ну, вот что запомнилось, в конце 80-го года я встретился, мы с первым афганцем, это еще, я призывал 81-го. Он в Козыла, не помню, как зовут, раненый, ранение в руку, рука повреждена, не двигалась. Ну, интересно все было, мы спросили, самый такой, а как страшно там стрелять? Ну, что он сказал, страшно первый раз, в чем я убедился потом, а потом нормально. Ну, вот так вот. То есть это было? Первая, это первая ночь в Афганистане, которую я упоминал. Я тогда еще не предполагал, что придется мне там тоже побывать. Ну, раз спрашивали, значит, было интересно, а как вы потом попали? Ну, конечно. А как вы потом попали? Ох, я служил в срочную службу в пограничных войсках город-находка, войсковая ЧАЭ-2020. После срочной службы в наш пограничный отряд ВЧ-2061. И, значит, в 1986 году, в мае месяце, началась формироваться десантно-шпурмая, маневренная группа Забайкальского пограничного округа на базе Даурского пограничного отряда. Значит, с наших пять отрядов Забайкальского пограничного собрали всех там. Отбор был жесткий. Солдат было три человека на одно место. Прилетел представитель Страмесского пограничного отряда. Вот у нас был доктор. Испытывал на выносливость. Бежали мы 15 километров с полной выходкой. Все, начиная с солдатом, кончая командиром, дыша. Выбился из сил всех сразу. Отсеивали. Ну, а потом что? Тогда о том, что пограничные войска были в Афганистане, стало открыто говорить только в начале 2000-х годов. Нас там приодели в общеармейскую форму. То есть красные конты. Все, все. На самолет. Город Термес. Старый Термес. Там еще Александр Македонский этот город. Разрушил стены. Стали все раскопки. Жара. Непривычно. Месяц подготовки. Раньше в Термесском дыша вообще не было. Их всего было до того, до 86-го года. Две десанты, что у моей группы. Это Киркинского пограничного отряда и Пянского. То есть затем вот ввели нашу Термесскую и Московского пограничного отряда. Ну и все. И потом на Пянского операция в Пянском гранатраде в октябре, 10-е октября 86-го года. Боевое крещение Кишлак-Чичка. Провинция Кундус. Ну, вот так вот я попал. Командир боевой группы. Секретарь. Секретарь. Комсоморская организация. Десантов моего нет. Ну, так же. Ну, то есть, ну, отбор теперь объясняется. Почему? Потому что если что-то рассекретили только в начале 2000-х. Хотя в 81-м году лучше первые гробы пришли в Тулу. Да. Вот первые парни. Вот они уже в 81-м году их привезли сюда. Юрий Валерьевич, у Вас тоже тогда получили прям осознанный выбор? Когда Вы уже попали в органистан? Там у меня вообще осознанный выбор профессий. Так получается. Я в 80-м году поступил в Новосибирске высшее военно-политическое училище. Сдал экзамены успешно. Хорошо сдал физическую подготовку. Были характеристки очень хорошие у меня, комсомольские. Рекомендации были хорошие. И попал в 6-ю роту ВДВ. И как раз там два взвода у нас формировались с ребятами, курсантами, которые служили уже в армии. То есть поступили в военное училище в срочную службу. И там были афганцы. Очень много. Человек 15 или 20 было. Вот. Я тогда от них узнаю, что там происходит, к чему надо готовиться. И я более стал понимать вещи, что такая воинская служба, и куда нас готовит и так далее. И у меня первым боевым наставником командир отделения сержант Лобунский Петр. Он командир Красной Звезды. Намного там 3-4 года старше нас. Вот. И вот такой боевой наставник был. Тогда я понял суть афганской службы. И естественно командиры тоже говорили после окончания училища вы попадете служить в Туркестанском военном округе и 40-й армии обязательно. Вот. И после выпуска естественно отдел кадров с нами начал проводить работу определенную прокурорендации. Мы естественно политическое училище мы обязаны были идеологически написать все рапорта рапорта но получилось так если 110 человек закончили наша рота 6-я мы где-то человек 30 попали в Туркестанский военный округ из них человек 10 сразу попали в Афганистан и в октябре уже первые потери были с нашей роты это Марат Нурдинов подорвался мини вот а я остался в Туркестанском военном округе 15-й бригаде спецназа в Черчаке еще учиться горному делу еще пришлось мне после 4 года учебы еще 5-й год учиться чтобы попасть на дополнительную подготовку да так точно потом год службы в Черчаке 15-й бригаде спецназа попал я по потерям личного состава нас отправили в группу обзоров я попал в 154-й отдельный отряд специального назначения секретарем комитета ВИТКСМ отдельного батальона спецназа Джалалабаде уже вот так служба началась афганская провинция Налгангар город Джалалабад 154-й отдельный отряд той же бригады 15-й вот так служба началась у меня 85-го года с августа вы с земляками встречались в Афганистане во время сражбы я нет наших стулы ну были вы вообще были там более засекрет знаков различия не начали вообще я немножко расскажу вот прибыв в свой час в Кабуле я служил в 181-м мотострелковом полку который состоял на крайне Кабула ну в первый час начинаешь искать своих земляков подходишь парня он казах подходишь корроз а я там месяц так поискал баскана туинцев нет ладно один буду служить и служба началась ну ребята были наверное до меня они уволились вот прослужил один в общем полку я уже привык один ну ладно и туинцев и русских из того я не встречал вот уже служил в своей части а потом в феврале наверное то восемьдесят шестом года на юрию я вот мы тогда жили палатка жили все там болевых слов был слой снимали там на улице один тебе с котелка там воду подает там внуваясь там все болевых слой внуваясь там стою на улице хожу двое подходит к нашей палатке ну полевых формах они были званий там не видно когда спецназ всадеваясь там это звездочки там же незаметно не знаешь что перед тобой майор стоит или лейтенант или сержант я уже потом парень подходит тебя там спрашивает двое ребят смотрю стоит один вроде туинес другой русский сразу по русски не по-туински конечно надо в тот момент я вот такой радость давай зайдем ко мне первую в серию туинес в Афгане который встретил Юрия Валерьевича Карол после этого у меня вот такая радость лег что ли в службе такой веселый не веселый как сказать такое состояние земляка первый раз встретил моральная поддержка потому что у других национальностей ребята там у казахов там земляки офсеры там им приходят я вот завидую мне вот земляка туинеса вот так и вот как раз вот эта встреча состоялась поэтому я вот вот что наши земляки туинесы офсеры именно афганцы спецназов служили в Афгане именно с туинеса национальностей и Амед поэтому мы тоже насчет этого тоже гордимся вот земляки в Афгане ребята знают очень даже что скрывать там тоже немножко жестче было я тоже хотел рассказать вот смотрите вот нас 10 человек призвали в учебку закончили и вот нас всех по России раскидали и 10 человек все туда попали все 10 они запланированы четверо из них мы в одном полку служили и вот в одном даже в одной минометной батареи мы с Геной Воружиком служили то есть в одной самой а двое служили парни тоже они просто в другой батальоне но мы четверо встречались а на выводе когда обратно выходили мы все примерно в один срок выходили мы в Ташкенте встретились когда уже выходили все 10 собрались то есть все 10 все живые на данный момент уже в принципе столько нет именно в тот момент это наверное было это было радостно чувство облегчения что мы все видели потому что очень случаешь подумал когда один совсем среди других ребят ну не смысле что там они тебя обижают просто по дому очень даже скучаешь одно письмо получить из дома это вообще такая а если земляка ты встречаешь это лучше как сказать я служил своей частью один тоже а потом случайно Кабул приехали на соревнования по меткой стрельбе среди спецпродразделений успевали еще соревнования проводить конечно там же соревнования комсомольский работник как без соревнований там тоже соревнования шли а потом тогда непогодные условия мы не могли лететь залогать свою воинскую часть и приехали в колонну машинами поехать а там колонна рядом 81 полк я оттуда магазин пошли смотрю моется солдат грязный солдат весь мыли я подождал подождал он помылся вот и Кончук Эдуард оказался самое главное вот такой он не рассказывает такой ситуации он он меня пригласил в свой уголок возле кровати сели все там этот у меня печенье конечно сгущенка открыли начали макать и кушать и разговаривать по-тувински и там началось рядом неуставные взаимоотношения ну солдатики там что-то начали спорить и рукоприкладством старослужащие начали там при мне ну я офицер тем более полетрук то есть вы общаетесь а там какая-то конфликтная ситуация да конфликтная ситуация да прямо коридоре там уголку там этот а там офсеров нету и мы сидим в этой палатке пришлось мне встать и разнимать а те что тебе надо что ли наверное подумали солдаты с другой роты а я не успел Эдуарду говорить там я спецназ служу и этот он только начал догонять откуда я был полчего и так далее и пришлось немножко тоже рукоприкладством приложить нарушителей воинской дисциплины а потом прибегает там офсеры меня тоже ты кто такой этот я представился даже удостоверение показал они говорят все уходи и этот разберемся потом они спасибо сказали правда вот так мы познакомились с Эдуардом там а потом вечером я попросил его чтобы ближе быть там же у нас теплый стан а там наши машины стояли колонны мы там базировались чтобы его поставили рядом на ряд КПП вот мы всю ночь там общались с ним а потом встретился у меня так получилось после полтора года службы меня другой час перевели для повышения я секретарем комитета ВИНКСМ был как бы там в аппарате а потом я как бы замбалдитом роты меня отправили в другой подряд в ГАЗНИ в ГАЗНИ вот только я приехал недели было или не было я дежурном подчасти стоял батальона и у нас магазин опять проходят два солдата а как раз там у нас этих пленных привезли духов ну душман привезли и коровку принимали их принимали там для хранения их а потом проходили эти солдаты которые привезли да не душманов туда принимали а эти проходили со средней части танкисты но не похоже на этого но это подара борис и шахтар сергей они на меня смотрят и начали материться на тувинском языке я говорю что вы материтесь на тувинском языке я говорю потом сейчас подойду этих принял этот тушман принял я же хороулки принял все закрыли а подара он такой говорит у них потинги хорошие дай пожалуйста забери ну тушман через этот забор я говорю не сиди сюда ботинки дай давай поменял ботинки у него действительно новые ботинки были пакистанские хорошие но подара приобрел ботинки вот так встретились ну конечно потом Леня приехал то есть прибыл для дальнейшего прохождения службы с ними я встретился потом я не видел тувинцев своих земляков не видел только вот вот этих наших товарищей я видел вот смотрите сейчас военно-патриотическое воспитание находится в республике вообще на ином уровне союз ветеранов Афганистана и когда появилось в 2009 году еще боевое братство которое вот всех такое объединяющей силой стало и еще в 2012 году Сергей Кожугетович знаменитый земляк стал министром обороны это вообще приобрело совершенно другой уровень почему вам важно заниматься общественной работой заниматься то есть это же все равно такое личное время встречаться с детьми объяснять ну наверное потому что молодежь ничего не знает ни афганского мнения ни Великой Отечественной вообще много не своей родины своей родины а память это самое главное я считаю для людей вот наверное только поэтому чтобы никто не был забыт ничто не было забыто мы как прошли все это мы должны все это сохранить и передать в следующем покорении чтобы она все помнила об этом ну как подростки как дети реагируют ну вы все знаете по-разному мне очень нравятся вот дети значит ну в президентском детском отрасли республиканском лицее и пятишки хорошие вопросы много дают седьмая школа а если вы знаете приходят просто равнозушные лица скорее бы скорее бы что-то мне попривел наверное не только от нас от учителей тоже много зависит мне тоже должно подготовить вот вы знаете я выпускник одиннадцатой школы там погибло двое ребят раньше Дрыгина он посмертно огражден орденом красной звезды там портрет висел а начались наверное у нас там первый раз я пришел в одиннадцатую школу наверное лет пять-шесть назад и я как раз на день пятнадцатого февраля они даже не знали что ихние два выпуска выпускника погибли в Афганистане то есть Токсиков Игорь это мой одноклассник и Дрегин Александр который был сапер что они саперы первые идут всегда у нас и нарвались они на засаду там забыли хотя их всего 12 то есть те кто со школы два человека это вот у нас 12 школы по-моему два человека которые там погибли это не должны взбывать не должны сейчас-то уже сейчас уже помнят ну сейчас планируем все-таки доски мы повешиваем Сергея Константинович просто длина сейчас Алексеев Александр на запасу соединкомата я его попросил у него есть материал по Дрегину и Толстякову пока сейчас некого обобщить все это чтобы сделать там какой-то небольшой уголок или стенд чтобы знали учащиеся ученики помнили почему военно-патриотическое воспитание обязательно должно быть я так думаю потому потому что воинская служба это всеобщая воинская служба касается для всех это защита отечества касается для всех особенно мальчикам они все равно рано или поздно они будут призваны в ряды вооруженных сил а для того чтобы служить качественно качественно и воинских коллективах быть представителем своей малой родины надо достойным представителем своей малой родины надо быть готовым к этому и физически и морально и хотя бы знать первичные знания раньше как мы называли начальной военной подготовки иметь слава богу для этого у нас в республике есть площадки Козырский президент Гадетское училище 55 бригада сейчас военная кафедра на базе Тувинского государственного университета юная армия все эти площадки должны заняты конечно таким активистами как члены боевого братства вот и мы заняли и занимаемся этими площадками и проводим уроки мужества разные спортивные состязания культурно массовые работы там проводим кто если не потому что коли наша юность и молодость сополена с этой патриотикой и войной хоть бы передать молодому поколению наши опыты наши советы думаю они должны быть полезны поэтому где есть государство всегда должно быть и воинская служба и государственные интересы для этого есть армия а тем более когда все основной человек министерства обороны это уроженец республики Туан герой России Сергей Гужгадович Шойгу мы должны быть как бы примером для остальных регионов по военно-патриотическому воспитанию не зря наверное в юне состоятся сборы боевых братств Сибирского федерального округа в Туве это наверное тоже результат нашей совместной работы на территории республики Тува под крылом боевого братства мы все и пограничники и дистантники и афганцы и юно-армицы и чеченцы мы все под крылом боевого братства единой команды работаем вот и поэтому поэтому патриотическое воспитание сейчас уже такое не дежурное мероприятие там от праздника к празднику а уже такое системность системность приобрело и самое важное что перед подрастающим поколением столько знаний открылось да вот вы говорите что они даже не знали кто их пушкники не знают а сейчас Сергей Кужугетович он смотрите сколько какие труды издал даже по участию тут увидится в Великой Отечественной войне экспозиция постоянно действует в национальном музее да вот в феврале в 14-15 театр представит премьеру спектакля Шурави это наверное впервые это впервые да это на основе книги он дарчил учить мит тоже сегодня режиссером хомашки альбертом вот сделана произведена вот такой спектакль Шурави первое первое показ будет 15 февраля этого года мы очень рады Министерство культуры и правительству что нашли средства и сделали такой спектакль в честь 30-летия завершения боевых действий на территории Афганистана 40-й армии спасибо конечно всем коллективам Муздрам Диадро артистам мы будем очень радостно смотреть этот спектакль у нас не получится ну вот у некоторых не получится потому что у некоторых очень уважительная причина поездка в Москву так точно в Москве в эти дни состоится марш ветеранов на Красной площади это мне кажется очень знаменательное событие Сергей Александрович да 15-го числа как раз будет марш по Красной площади ну там будет наверное министр обороны наш земляк Сергей Кужигетович Шойгу возможно и президент то есть мы пройдем нас оденут форму в ту в которой мы воевали еще вот в те 80-е годы то есть вот реконструкция вроде пройдем как сможем я думаю потренируемся как сможем я думаю потренируемся пройдем как получится или как надо как надо пройдем потом у нас еще в плане подняться на поклонную гору там написано в программе и вечером будет в колонном зале Дома Союзов будет торжественное собрание посвященное там очевидно опять нас поприветствуют Шойгу и Путин да то есть вот такое мероприятие оно как раз пройдет 15 февраля в принципе это первый раз такое большое за 30 лет ну то есть какие-то мероприятия же проходят в Москве да общие но вот именно марш на Красной площади вот вообще марш на Красной площади для военного человека это что это очень ответственно и кажется недосягаемо и об этом можно только не считать я считаю что нам просто посчастливилось делегат то вы 15 человек у нас вы говорили что вы связывались со своими со служивцами да со служивцами я пограничник из других регионов почему-то пограничники не знают об этом я говорю что почему он буквально вчера с Брестом разговаривал а что это такое в Афганской марш ну ему объясняю что вы там на Красной площади у вас есть боевого братства да есть вроде боевого братства вот это подвиги боевого братства проводится да мы как-то отдельно у нас все вместе и пограничники и армейцы и все 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 состоят в боевом братстве у нас нет разделения все мы прошли через этот огонь все мы братья так и называем все братьями поэтому странно я говорю наверное один пограничник буду участвовать в этом марше представите других своих тоже да нет в Москве много пограничников наверное все таки будет еще ну хотелось бы конечно повидать своих с кем на его получается все таки Тула получила больше от Тулы будет больше делегатов чем от других регионов потому что мы являемся лидерами по всей России системы боевых братств по военно-батриотическому воспитанию в течение пяти лет уже поэтому нам центральный аппарат боевого братства России дали по большую квоту как поощрение 15 человек в других больших регионах по 5-6-2 человека а нам дали 15 человек участников этих мероприятий мероприятий хотелось бы затронуть память не вернувшихся героев вы проводите очень много именно тоже памятных мероприятий это открытие мемориальных досок присвоение имени как вы поддерживаете связь с родными как вы поддерживаете связь с родными какие мероприятия в районах проводите 25 января В пятницу в моем поселке Сулухэмского района, поселок Идхэм, проводилось мероприятие среди школьников. Одиннадцатого года рождения, ребята Парбаху Реш, посвященные нашему земляку, афганцу Серголу Актору Магужевичу. Он вернулся из Афгана, но по болезни здесь умер и в память его у нас поселка проводится каждый год 15 февраля и выводы войск. Вот это коржунный, это хуреш среди мальчиков. Мы приехали, отсюда поехал я тоже земляку. Это с афганцем Томбак Павертия Ильвичевичем, руководство нашим, боевого брата Алексея Юрия Валерьевича. Все благодарны, сами письма, грамоты, все они мы вручили им. Они очень даже рады, что от имени моего брата, афганцев, с России получают вот такие... очень такие сильные подарки. Вот поэтому вот я вот в моем поселке, в моем районе каждый год в честь вывода войск на это мероприятие участвую. Наши ребята с Улухемского района очень даже активные ребята, потому что много ребят, афганцев с Улухемского района, так получилось, что отслужили свою службу в Афганистане. Поэтому я считаю, как Юрий Валерьевич очень правильно заметил, что каждый парень должен отслужить свою службу. Не так, чтобы просто отслужить и все забыть, а чтобы, может, в дальнейшем вот эта служба в армии, в его судьбе, чтобы он после армии там свою судьбу начал. Да, это же все-таки жизненные установки, формирование личности происходит в хорошем смысле. Ну и вот приближаемся к этой дате, 30 лет. Каково Ваше ощущение? Чувствуете, что 30 лет прошло? Нет, мы в душе себя чувствуем молодыми. То есть, мне так кажется, что еще пробежим столько же километров. Ну, эти поскрипываем. Ну да, время как мгновение, оно проходит очень быстро. А выполнение боевых задач подобного рода продолжается, к сожалению. Вот, продолжается. И так и есть, наверное, и будет. И еще раз я хочу говорить, что готовиться для армии надо, надо, со школьницами. Потому что сейчас год от всего, всего год служит. За год военно-учебный специально человек практически невозможно дать. Потому что сейчас очень высокотехнологичная армия, умная армия. Поэтому надо готовиться, хотя бы начальную военную подготовку, надо пройти школьные годы. И вот этим мы и занимаемся. Вот еще один момент, вот из праздничного плана, да, это презентация книги «Время выбрало нас». Я просто вот по названию. «Время выбрало вас тогда». Если бы можно было время повернуть вспять, вы бы согласились снова или отказались? Я когда заменился в 88-м году, пришел. Ну, у нас в ДШ были все или комсомольцы, или коммунисты. Ну, я уже коммунистом, потому что в то время не был. Пришел на... Служил я в страшной на хазах, в грамм заставе Хандагайты, в Афганистан. И приехал на собрание, в пограничный отряд, в партийную конференцию. Послушал, мне захотелось стать и уйти обратно пешком. Туда. И сейчас бы, если предложили те же, в том же составе, в нашей, я бы не задумываюсь. Не задумываюсь, сейчас вот в моем возрасте, со своим диабетом, поехал бы все равно туда. Опасно, сплочает все-таки. И мы там, вот посмотрите, вот каждое подразделение, как братья были. Да, вот если у нас минометная батарея была, мы друг за другом могли в лордку перекрылись, да? То есть, не важно какой национальности, мы между собой не ругались, мы все друг за друга. То есть, вот как-то, в принципе, может быть, даже и обратно поехали. А вы, то есть, уже в мирное время не возвращались в Афганистан? Нет. А кто нас туда звал? Нет, у нас в начальных третий. А, умол. Вот в 90-х годах начальник третий десанта Шмолей застал и Ренат Емалиев, капитан. Здесь, когда в СССР, собрали команду из бывших афганцев, и они ездили в Кабул играть в футбол с бывшими джахедами. И они нас вспоминают до сих пор добрым словом мужики. Вашевоз, да? Да. Вашевоз, да. У нас есть такой активист в Дальнем Востоке, он руководитель боевого братства, Вашевоз, он такой почин выдвинул, он где-то договорился, по каким-то каналам, он ездил ли они в Москву? Бой, это не в Москву, Кабул. Кабул, да. В футбол играть, в пушманы, в общими. Отрывок по телевизору показывали, потом мы все, вот он, Ренат Емалиев, Наполеев, мы вот все все. Да. И когда я вот ушел в запас, в 2000 году, в декабре, у нас Союз войн Афганистана в 1994 уже сформировался. Я стал искать афганцев, где они, что, нигде. Потом мне все-таки подсказали, буям, бадыргы. Я туда прибыл. Юрий Валерьевич, как я сейчас помню, принимал мне, выучал книжечку боевого братства. Ну, это боевое братство. Потом все-таки нашел Союз войн Афганистана, Леонида Валерьевича. Ну, я туда вступил, естественно. Ну, там все мы в боевом братстве, и все завезли в Афганистане. Все-таки хотелось своих найти. Хоть мы в разных частях, но это все равно свои. Вот невозможно не затронуть одну очень важную тему, как адаптация после участия в боевых действиях, уже адаптация к нормальной жизни. Вот как вы помогаете тем, кто вот, ну, допустим, в последних локальных конфликтах участвовали? А если говорить нашей истории? Кто вам помогал, да? Кто нам помогал. Сами себе помогали. Вот для этого создавали, что сами себе помогали. Да, мы переехали из Афганистана, а от той страны уже нету, разваливалось. Я тоже с украшения попал, институт офицеров политруков сократили. Какое-то время я вообще безработным стал. Потом хорошо, что родной республиканский военный комиссариат меня принял. В Юру отправили, я там кто служил, кто подполковник. Мы получили себя заменился и являли к приятным. Да, и потом мы в 95-м году, по-моему, в 4-м, да, говорили, в 4-м году мы объединились в конце концов под девизом «Давайте объединимся, чтобы одиночку не пропасть». Да, мы таким девизом прошли и в 90-е годы, прошли все вместе. Правда, потери тоже были, ребята, очень много ушли эти годы и сейчас уходят. Сейчас у нас 15 ветеранов Афганской войны уже койки лежат, больные, потому что, наверное, сказываются те годы армейские. А все-таки афганская служба сплачивает все опасности, это в течение двух лет палатки и стрельбы, рейды. Вот этих людей объединяет, опасность ситуации объединяет. И как бы мы все братьями становились там, и здесь как бы афганское землячество у нас, и мы на всю жизнь, наверное. То есть взаимопомощь главная. Взаимопомощь, да. А молодым ветеранам локальных войн мы всегда помогаем. Для этого у нас есть вот санаторий «Серебрянка», спасибо, конечно, правительству. Нам дают там готы, мы туда отправляем людей. И другие санатории отправляем нам готы, дают РУС, Красноярское Загорье. А сейчас вот Иркутск, Иркутская область, да, отправляем людей, 10 человек отправляем. То есть помалось, помалось мы помогаем, оказываем помощь. То есть реабилитации. Реабилитации. И также подтягиваете в общественную работу. Да, чтобы человек, чтобы остребован был все время. Каждый у нас задача. Вчера, позавчера Эдуард там был в Лухеме, в Президентском Одесском училище были. Мы в Одесском корпусе были, так что мы с водоосвещением тоже заняты. У вас там весь месяц расписан до конца прибавляя и даже и летом, да. Вот эта вся боль, вот это переживание, все это сказывается после стольких лет службы. СМЕР, вот, например, 13 саперов погибли в Афганистане. В том числе мой командир взвода, он по национальности казах был. Пять месяцев прослужил он у нас и в Панчерском ущелье, в 85-м году его расстреляли. Вот это все эти воспоминания так и останется. Это, наверное, я так и думаю, вот мои боевые друзья такие, они, наверное, тоже согласны, что мой. Когда-то там в горах вместе с другом ходил в горы, то есть это сколько там недели мы там, месяц там в горах уже ходишь, и это все это страх, это боль, что-то, это все сказывается, но все равно на этом, поэтому мы все это собрались, и это что время от времени немножко там посидеть, там поговорить, это очень даже нам это так помогает. Ну да, с единомышленниками, кто тебя кольмет, кто знает, да. Кстати, да, в последние диссиденты не стали фильмы всякие смотреться, сны не стали. А то ведь в бой шли и в ночью, то есть отца на жена в бок толкает, куда-то опять погнал. То есть, а вот все равно мы как-то общаемся, вот вроде как психологи становимся друг к другу. Вот я как раз хотела спросить еще, как вы проводите свободное время, значит, вы все-таки время от времени встречаетесь и просто проговариваете. Да, да. Спасибо большое за интересную беседу. Я думаю, что нашим зрителям тоже было очень интересно послушать такие личные истории, личные рассказы. И думаю, что в течение месяца многие мероприятия будут освещаться. У нас в студии были Юрий Валерьевич Караол, Сергей Александрович Белоусов, Эдуард Январевич Кончук и Сергей Владимирович Огородников, ветераны боевых действий в Афганистане. Спасибо большое, удачи. Спасибо большое, что смотрели наш эфир. Выпуски ТУВА-24 вы сможете найти в наших группах в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова